В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели» в студии Ирина Аршба. Здравствуйте! Уходящая неделя ознаменована трагическими и в то же время особенно значимыми в истории Абхазии и Южной Осетии датами. 8 августа 2008 года стала одной из самых трагических дат в истории юго-осетинского народа. 10 лет назад, в ночь на 8 августа, в день начала Олимпиады в Пекине, Грузия подвергла массированному артобстрелу с Хинвал и попыталась захватить Южную Осетию. Короткая пятидневная война унесла жизни более тысячи ополченцев, мирных жителей, среди которых было много женщин и детей, и воинов-миротворцев. 8 августа в Южной Осетии и Абхазии вспоминали жертв грузинской агрессии. В посольстве Южной Осетии в Республике Абхазия президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Геннадий Гоголия, спикер парламента Валерий Кварчия почтили память погибших. Война 08-0808. Так ее нарекли журналисты. Конфликт между Грузией и Южной Осетией тянулся еще с конца 1980-х годов. Наиболее кровопролитные столкновения между сторонами происходили в 1991-1992 годах. В ходе конфликта тогда были убиты и пропали без вести более тысячи человек, ранены более двух с половиной тысяч. В 2008 году ситуация обострилась до предела. При этом во второй половине июля Грузия провела у себя совместные военные учения с США, на которых отрабатывался сценарий нападения и захвата территории Южной Осетии. Было ясно, что зреет крупный военный конфликт. И вот в ночь с 7 на 8 августа 2008 года артиллерия Грузии ударила под схинвалу и позициям российских миротворцев, находящихся на линии разграничения сторон. В то же время в самом Цхинвале в результате грузинского артнолета сразу же появились жертвы среди мирного населения. Город оказался застегнут врасплох, но жители мужественно встретили весть о грузинском вторжении. Еще одним трагическим эпизодом начального периода войны стала гибель российских миротворцев от огня грузинских залповых установок. Этот факт окончательно убедил российское руководство в отсутствии перспективы мирного урегулирования конфликта. И президент Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению грузинской стороны к миру. Это потом уже будут знаменитые кадры грузинского президента Саакашвили в отрешенном состоянии, жующего свой галстук, и другие кадры Саакашвили, убегающего в панике от якобы российских самолетов в горе. Потом будет и знаменитый доклад спецпредставителя председателя ООН Хайди Тельявини, признавший, что войну 8 августа 2008 года начал именно Саакашвили. И самое главное, будет и признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. А пока, пока наш народ с тревогой следил за тем, что происходит в Южной Осетии, понимая, что в случае удачи там, грузины обязательно продолжат и у нас. 9 августа 2008 года с утра российская авиация начала наносить воздушные удары по грузинским войскам, тем самым существенно способствуя резкому снижению скорости их наступления. Колонны российской 58-й армии, составившие основной резерв и главные силы обороны на Южно-Осетинском направлении, двинулись через Рокский тоннель на помощь миротворцам и Южно-Осетинским отрядам ополчения. На третий день конфликта грузинское наступление полностью выдохлось и началось движение линии фронта в обратном направлении. Итогом оборонительных боев стала в первую очередь полная остановка грузинских войск, их потери и полная дезорганизация. Именно к этому моменту в грузинском руководстве началась паника, вызванная нависшей угрозой полного военного поражения. И сам президент Грузии Михаил Саакашвили просил страны НАТО вмешаться в конфликт и спасти Грузию. Всего пять дней длилась операция по принуждению Грузии к миру, но ее последствия оказались весьма серьезными. 8 августа навсегда вписана в историю молодой республики Южной Осетии трагической датой. В этот день вспоминали жертв грузинской агрессии и в Сухуме. Посол республики Южной Осетии в республике Абхазия Олег Бацеев коротко рассказал об истории грузино-юго-осетинского конфликта. Присутствовавшие почти лиминуты омолчания всех, кто отдал жизни за свободу и независимость Южной Осетии. Сегодня практически все граждане Южной Осетии участвуют в памятных мероприятиях по погибшим в августе 2008 года. Многие из них вспоминают десятилетия, предшествующие этой скорбной дате. Мы говорим, что пятидневная война, но фактически эта война была в течение последних 19 лет. Годы тяжелейших испытаний, тревожных и трагичных, но в то же время это были годы борьбы не только за выживание, но и борьбы за свою свободу и независимость. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что общая задача юго-осетинского и абхазского народов – помнить о погибших защитниках Родины и невинно убиенных мирных жителях и передавать эту память из поколения в поколение. Кероический южно-осетинский народ выстоял и победил. С ним были все те, кто желал развития и становления этого государства, и в первую очередь Российской Федерации. Несомненно, наши отношения, отношения Абхазии и народа Южной Осетии, и вообще Осетины, складываются испокон веков. И наша задача продолжить развивать эти отношения, выстраивать такие процессы, которые позволят нам всем состояться, создать условия развития наших государств в политическом, экономическом, военном отношении. Все те усилия, которые прилагаются сегодня российской стороной в плане наших союзнических, стратегических отношений, дают нам гарантии такого развития. Вечная память тем, кто сложил головы, защищая республику. Вечная память всем тем невинно убиенным. Наша задача помнить об этом и передавать из поколения в поколение. Слова солидарности и поддержки юго-осетинскому народу высказал и советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносакирский. Событие десятилетней давности, когда власти Грузии совершили неприкрытый акт агрессии против южно-осетинского народа, привел к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения. Погибли и наши соотечественники, наши миротворцы и солдаты. Мы помним их. И в этих условиях Россия, следуя своим международным обязательствам, обеспечит безопасность как республики Южной Осетии, так и республики Абхазии. Это чрезвычайно актуально и сейчас, когда грузинская военщина проводит военные учения у ваших границ. Мы верны нашей дружбе, нашему союзничеству и стратегическому партнерству. События августа 2008 года имели огромное значение и для нашей страны. У абхазской армии появилась уникальная возможность освободить Кадорское ущелье, территория которого на тот момент все еще находилась под контролем Грузии. Таким образом, пятидневная война имела значительные геополитические последствия. И, пожалуй, самым главным из них стало признание Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии. В пресс-центре информагентства «Спутник Абхазии» состоялся телемост «Сухум-Москва-Цхинвал», участники которого попытались обобщить социально-экономические, геополитические и исторические итоги минувшего десятилетия. Участники телемоста – доцент кафедры зарубежного региона ведения внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев и член экспертного совета Министерства по делам национальности Республики Северная Осетия Лания Игорь Дулаев поделились своим мнением об исторических предпосылках событий десятилетней давности. Как отметил в ходе телемоста Игорь Дулаев, в 2008 году были даны ответы на вызовы, которые стояли на тот момент перед двумя народами – Абхазами и Осетинами. Сегодня же перед ними другие вызовы – это строительство независимых государств. В республиках по многим вопросам дальнейшего развития существуют разные точки зрения, но это не мешает им двигаться вперед. По мнению Сергея Маркедонова, решение Кремля в августе 2008 не было спонтанным, и Россия не вдруг вмешалась в осетиногрузинские и абхазогрузинские отношения. Этому способствовал ряд исторических и вполне обоснованных причин. То, что произошло в августе 2008 года, 10 лет назад, не было каким-то экспромтом. Конфликт развивался долго, если говорить о южно-осетинском и абхазском конфликте, даже еще с конца 80-х годов. И события в 2008 году, они многое изменили, с другой стороны, мало что изменили. Да, Москва пошла на признание независимости Абхазии и Южной Осетии, формально пошла, создала важный прецедент. Но ведь до этого практически полтора десятилетия Южная Осетия и Абхазия существовали в режиме непризнанных республик, или де-факто государства. В чем важно с российской точки зрения эта ситуация 2008 года? В 2008 году, наверное, впервые с момента после распада Советского Союза, Москва четко показала, что есть определенные красные линии, которые она не просто обозначает. Вот мы их обозначим и скажем, что там расширение НАТО или, скажем, формирование режимов в постсоветских республиках, действующих, скажем, противниками, оппонентами России, для нас неприемлемо. Но мы можем не сделать что-то для того, чтобы эту красную линию держать. В 10-е годовщине со дня освобождения верхней части Кадурского ущелья от грузинских оккупационных воск и установления на этой территории абхазской юрисдикции был посвящен круглый стол в Министерстве обороны республики. За круглым столом собрались непосредственные руководители и участники тех событий. Первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии в 2008 году Анатолий Зайцев, бывший представитель силовых структур в переговорном процессе Гарри Купалба, военные историки вспоминали о том, как готовилась операция, ее детали и отмечали ее значение. Операция по освобождению верхней части Кадурского ущелья успешно завершилась 12 августа 2008 года. Несколькими днями ранее 7 августа президент Абхазии Сергей Багабш собирает военный совет в Сухуми и утверждает окончательный план освобождения ущелья. Согласно плану, в случае если Грузия начнет боевые действия в Южной Осетии, Абхазская сторона планировала ввести свои войсковые подразделения в верхнюю часть Кадурского ущелья. Это фактически было бы началом войны. На тот момент Абхазская армия имела преимущество. Она обладала точными данными по противнику. А самое главное, было известно, как будет действовать грузинская сторона в случае начала военной операции. Специалисты военного дела в один голос утверждают, успех Кадурской операции был в ее тщательной подготовке. Главная задача операции – избежать людских потерь. И этого удалось достичь, отмечали участники Круглого стола. В Генштаб как раз начались события. Говорят, вот мы надеемся, что вы военные справитесь с задачей, потери не будут. Я их заверил, что потери не будут, потому что все нами было продумано. Мы военные, мы знали свою работу. И мы с этой работой справились. Но справились благодаря чему? Разработали наставления, руководство, боевые уставы. В соответствии с этими наставлениями, руководствами и уставами проводили мобилизационные тренировки, командно-штабные тренировки, учения, как на направлении восточном, где Владимир Иванович Иванович руководил, так и на Кадорском направлении, особенно с горно-стрелковым батальоном. Самое главное, получали благодаря нашей связи, своевременную информацию. Проводили ложную операцию, когда направили на автомобили с радиостанциями колонн автомобиля и имитировали разговор, что идет целая колонна. Все послевоенное время правительство Грузии не оставляло надежд вернуть территорию Абхазии и Южной Осетии. Именно такой попыткой стало вероломное нападение на Южную Осетию в ночь 7 на 8 августа 2008 года. К этому времени к Кадорскому ущелью Абхазии был подтянут значительный воинский контингент Грузии. Сомнений не оставалось, что при удачном исходе операции по захвату Южной Осетии Грузия планировала напасть на Абхазию. Именно в этих условиях генеральный штаб Абхазии принимает решение о начале операции по освобождению в верхней части Кадорского ущелья. Подразделения вооруженных сил Абхазии перешли в наступление в 6 часов утра 12 августа. До этого в течение двух дней Абхазские военно-воздушные силы и артиллерия наносили ракетно-бомбовые удары по военным объектам в верхней части Кадорского ущелья. Тем временем в приграничных с Грузией районах Абхазии было введено военное положение на 10 дней. В наступлении участвовали подразделения регулярных войск и резервисты вооруженных сил. Большую роль во время операции сыграла разведгруппа, которая все послевоенное время следила за ситуацией в Кадорском ущелье и была практически полностью осведомлена о передвижениях войск противника. Все основные горные тропы и перевалы были взяты под наш контроль. Выстроена система наблюдения. Отряд специального назначения на тот момент мог выделять до 5-7 разведорганов. Чтобы было понятно, для обеспечения безопасности введения войсковой разведки этого в принципе было достаточно. Также шло формирование радиотехнической разведки. Со всех сторон мы искали сканирующие устройства, своими силами оборудовали посты радиоперехватов, обучали, не имея никакого образования в этом направлении, обучали персонал своих офицеров, прапорщиков, сверхсрочников, операторам. Быть оператором, принимать, искать сначала и принимать радиочастоты противника. В 2003-2004 году вся Грузия уже нами прослушивалась. Начиная от портов, сколько кораблей зашло, сколько вышло, и кончая Министерством обороны. Этот огромный объем информации анализировался в аналитическом отделе управления и готовили соответствующие документы. Уже к 9 часам утра 12 августа штурмовая авиация Абхазии нанесла удар по укрепленному пункту в районе Ажара в верхней части Кадорского ущелья. И буквально через несколько часов абхазские вооруженные силы разбили группировку сил Грузии в опорном пункте Ажара и взяли вражеские подразделения в кольцо. Нам было поднято наши резервные бригады и полк. Полк здесь, как генерал Зайцев сказал, он действовал по верхней зоне Творчала. Это направление Кадора, где она выполнила свою задачу. Две бригады, это первая и вторая моцелковые бригады, они были ближе к границе подведены, ждали команду. Наша спецгруппа и танковый батальон вместе в то время в Ачимчирах дислотировался ТЦ, отряд специального назначения. Выбили грузинские войска из сел Хорча, Камахури. Ставилось, конечно, разные задачи по обстановке, вплоть до того, что выйти, создать сводную мощную команду до батальона и перекрыть трассу Зугдитый-Хоби, это район Хашурли. Что нам и было сделано, но, однако, мы не перешли границу, потому что не было уже необходимости. События августа месяца 2008 года имели историческое и геополитическое значение, так как в их результате 26 августа Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Сария Смар, Алексей Гухава, Абханское телевидение. Своими воспоминаниями о событиях тех дней с нами поделился военный и политический деятель, бывший заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Гарри Купалба. Гарри Сергеевич, после Отечественной войны народа Абхазии, вплоть до 2008 года, верхняя часть Кадорского ущелья находилась под юрисдикцией Грузии. Расскажите нам о том времени, какая была на тот момент ситуация, как решались вопросы безопасности. Мне хотелось бы начать с самого начала, как закончились боевые действия 30 сентября, когда мы вышли на государственную границу. Как известно, часть нашей территории оставалась под юрисдикцией врага. Это имеется в виду верхняя часть Кадорского ущелья. В 1994 году была проведена войсковая операция. В той части и населенный пункт Лата был освобожден от грузинских войсковых подразделений. Но дальше мы не пошли, потому что чуть позже, уже в мае месяце, было подписано Московское соглашение о прекращении огней эреры и разъединении сил. И в Абхазию были введены коллективные силы по поддержанию мира в Абхазии. Эти силы были представлены российской стороной. Только российские военнослужащие выполняли миродворческую миссию. В верхней части Кадорского ущелья были два поста. Была определена зона безопасности и зона ограничения вооружения. По 12 километров в зоне безопасности ни абхазские, ни грузинские войсковые подразделения не могли находиться. В зоне ограничения вооружения не могли находиться тяжелая техника. Также артиллерийские установки, калибр которых превышал 80 миллиметров. Те посты, которые были в верхней части Кадорского ущелья, выставлены. Два поста на нашей стороне и два поста на той территории, которую контролировали грузины. Мы, конечно, с первых дней после освобождения начали планировать операцию по освобождению этой части от грузинских оккупантов. Но Московское соглашение не давало нам возможности этого всего сделать. И вот к 2006 году нам по указанию главнокомандующего, мы очень активно работали с населением той части, с теми вооруженными формированиями, сванскими, которые находятся на той стороне. Конечно, грузинской стороне это не нравилось. В конечном итоге, в результате того, что грузинская сторона в июле 2006 года вышла фактически в той части из Московского соглашения, в верхнюю частью Кадорского ущелья были введены войсковые подразделения. А какие результаты ваша работа с населением дала на тот момент? Вот та работа, которая была организована на том этапе, мы выработали так называемое джентльменское соглашение. Мы, это имеется в виду абхазская сторона, джентльменское соглашение предусматривало, что сваны со своей территории не допустят проникновения на подконтрольную нами территорию подразделения диверсионной группы. Ранние, в 1993-1998 годы сюда проникали диверсионные группы, которые совершали террористические акты против мирного населения. Были захвачены несколько раз заложники, которые уводились на ту сторону. И вот одни из пунктов как раз подусматривало, что сваны со своей стороны не будут пропускать вот эти диверсионные группы. И самый главный момент вот того джентльменского соглашения, одним из пунктов мы предусмотрели, что сваны не допустят размещения на своей территории так называемое правительство в изгнании. Власти Грузии очень хотели разместить на территории Абхазии свое правительство, которое им было подконтрольно, для того, чтобы заявлять мировому сообществу, что в городе Сухуми есть незаконная власть, это в лице Абхазской стороны, а законная легитимная власть находится якобы в верхней части Кадорского ущелья. И вот сванская сторона свое обещание, конечно, выполнила. Был такой момент, когда в 2004 году была попытка ввода сюда вот этого правительства, на вертолетах их привезли, и один из вертолетов с членами так называемого правительства был захвачен вооруженными сванскими подразделениями. Вертолет угнали на одну из площадок, предъявили ультиматум грузинским властям, что если эти люди не будут выведены, то сваны их расстреляют. Я считаю, что это была большая наша победа. Почему? Потому что грузинская сторона не могла вот эти заявления делать. Когда грузинская сторона убедилась, что не получится у них размещение мирным путем, они фактически вышли из Московского соглашения, и в июле 2006 года в верхнюю часть были введены подразделения войсковые, сначала численностью порядка полутора тысяч человек, а затем эта численность постепенно наращивалась. Мы все время заявляли миссии военных наблюдателей ООН, МОНГ, штаб-квартира которого дислоцировалась в Сухуми, о нарушениях Московского соглашения, о том, что грузинская сторона не выполняет свои обязательства. Но реагирование было не всегда правильным. Я ответственно могу сказать, что МОНГ всегда занимал прогрузинскую позицию. А кто конкретно принимал участие в разработке детальной операции по освобождению в верхней части? Разработке операции принимал участие штаб вооруженных сил, и это так принято вообще в любой стране, операция готовить, разрабатывать штаб. И вот та операция фактически в документах, на картах у нас все было отработано. Одним единственным препятствием на том этапе для нашей страны являлось Московское соглашение. Абхазская сторона всегда строго выполняла свои обязательства. В этот же период, как известно, в восточной части Абхазии, в той зоне, где находились миротворческие силы, грузинской стороной проводились диверсионные акты. И вот за тот период времени, что за 15 лет, что здесь находились миротворческие силы, они потеряли 117 человек личного состава. Те люди, которые сложили свои головы здесь, вот в Абхазии. К 2008 году уже в верхней части Акадорского ущелья, те вооруженные сванские формирования, их вытеснили против командиров этого подразделения, имзара Гвициани, было возбуждено уголовное дело. Часть военнослужащих этого подразделения были арестованы, другая часть ушла с этой территории, поэтому грузинская сторона начала наращивать свою численность. И вот к августу 2008 года численный состав вооруженных сил в верхней части Акадорского ущелья составляла примерно около 3000 или чуть более человек. Были построены базы, где располагались эти подразделения, оснащались эти подразделения американским вооружением. То советское оружие, которое у них было на руках, оно постепенно менялось на американское вооружение. Насколько тесно осуществлялось взаимодействие руководства Абхазии с миротворцами при разработке операции по освобождению верхней части Акадорского ущелья? И принимала ли миссия Организации Объединенных Наций в этом участие? Свои планы мы с миротворцами не согласовывали. Мандат миротворческих сил это не подусматривает. Миротворческие силы только отслеживали ситуацию и пытались, чтобы на подконтрольной территории не вводились какие-то войсковые подразделения и другое. С миротворцами мы все эти годы поддерживали самые тесные контакты, рабочие контакты. Периодически, вот в месяц раз состоялись встречи по роду деятельности. Это моя ответственность была. Я встречался с командующими миротворческими силами. При необходимости мы осуществляли совместные какие-то выезды. И миротворцы в той части, скажем, Кондорского ущелья, в нижней части они отслеживали все. Но в верхнюю часть их не пускали. С миссией Организации Объединенных Наций контакты между миротворцами и миссией, конечно, существовали, как и существовали между нами. Но мы постоянно информировали миссию Организации Объединенных Наций о тех нарушениях, которые имели место в тот период. Нам говорили, что там находятся полицейские подразделения, что они якобы выполняют те функции, которые возложены на полицейских, что у них нет тяжелого вооружения и так далее. Когда мы им приводили конкретные примеры, мы говорили, что в таком-то населенном пункте, в таком-то месте располагается там численный состав этого подразделения, это подразделение под отчет на Министерство обороны. Нам говорили через какое-то время, вы знаете, вот мы попытались это все выяснить, но территория, так как там частная территория, это частная, она в частную территорию, миссия не имеет права входить. Но это было, конечно, смешно. Какая частная территория в Кадорском ущелье могла быть и так далее. Значит, миссия, еще раз хочу сказать, что она всегда занимала, как и друзья генерального секретаря, про грузинскую ориентацию. И они не брали во внимание наши заявления, просто фиксировали, может быть, они кого-то и информировали, но при всем том действий никаких не было. В каких условиях принималось решение об освобождении верхней части Кадорского ущелья? Какие задачи ставились перед Министерством обороны? Когда 8 августа начались боевые действия в Южной Сети, мы предполагали, что они будут. Мы знали, что грузинская сторона не снимает с повестки дня решения вопроса в Абхазии и в Южной Сети силовым путем. И заблаговременно, за несколько дней до начала операции в Абхазию приезжал в военный атташе посольства США, который встречался с министром обороны. Конечно, он не из-за любопытства приехал, а у него постояла задача выяснить намерения абхазской стороны в случае проведения войсковой операции в Южной Осетии. И министр обороны тогда открыто заявил о том, что если грузинская сторона начнет боевые действия, абхазская сторона выйдет из Московского соглашения, мы введем свои войсковые подразделения в Западную Грузию, а там, как покажет время, фактически объявим войну Грузии. Это заявления, которые были сделаны 5-го числа. 6-го числа президент Абхазии сделал аналогичное заявление 6-го августа. 8-го августа, после начала агрессии, в тот же ночь состоялся военный совет. В военных органах всегда есть секретные пакеты, планы действий. В тот или иной случае вскрыли все те секретные пакеты и подкорректировали, чуть-чуть подкорректировали наши планы для проведения операции в верхней части Кадурского ущелья. Операция в Кадурском ущелье на первом этапе, она началась практически на следующий день. Разведывательные подразделения абхазских вооруженных сил выходили к зоне соприкосновения. 10-го числа было боевое столкновение грузинских и абхазских подразделений, в результате которых получили тяжелые ранения военнослужащие, то одной и другой стороны, грузинская сторона, по нашим данным, была еще и имела убитыми несколько человек, мы имели тяжело ранеными четверых военнослужащих. Операция началась, основная фаза нашей операции началась 12-го августа утром, ранее 5 часов утра, были обстреляны передовые позиции и места дислокации грузинских подразделений. Но так как операция носила, вот две фазы операции было, это психологическая часть операции и военная составляющая, вот психологическая часть предусматривала как раз предупреждение населения Кадурского ущелья, что мы начинаем операцию, чтобы они не пострадали, чтобы они вышли по тем коридорам, которые мы им обозначим, с этой части. Как раз джентльменское соглашение предусматривало вот с нашей стороны такое сообщение. Мы это сделали, мы связались с определенными лицами, которые проживали там, и в конечном итоге мирное население ушло оттуда. И в 12-му числу фактически нам никто не оказывал сопротивления. Мы вышли, наши войсковые подразделения, где-то к 17-ти часам 12-го августа, мы вышли на государственную границу, на перевал Хида, и полностью на всей этой территории уже была распространена наша юрисдикция, и абхазские вооруженные силы взяли под полный контроль. Какую оценку вы можете дать событиям августа 2008 года? Насколько пятидневная война в Южной Осетии повлияла на решение Кремля признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Если вот немножко как бы отмотать тот период времени, наверное, мы помним все заявления российского правительства о том, что Россия признает территориальную целостность Грузии. Абхазия и Осетия в тот период времени по международным документам как бы оставались, хотя бы мы добились победы еще 30 сентября, все считали, что чуть ли мы не входим в состав Грузии. И предупреждая Грузию решить мирным путем найти точки соприкосновения с властями Абхазии и Южной Осетии, они не прислушались. И вот та авантюра, которая началась 8 августа, те боевые действия как раз привели к тому, что Абхазия была признана независимым государством. Конечно же, если не было бы операции в Кадорском ущелье, если бы мы не смогли на том этапе выйти на наши рубежи и территория Абхазии не была бы освобождена от оккупантов, ни о каком признании не шла бы речь. И вот через 2 недели, благодаря 12 августа, через 2 недели Российская Федерация признала Абхазию, как мы все знаем, как субъект международного права. И с того дня Абхазии признали еще ряд государств. Сейчас практически у границ Абхазии НАТО проводят свои учения. И несмотря на то, что Грузия еще не является членом Альянса, такие учения на территории Грузии проводятся регулярно. Как Вы думаете, на что направлена эта демонстрация силы? Конечно, определенная угроза существует всегда. Когда есть нерешенный конфликт, когда не подписано соглашение или договор о неприменении силы, угроза всегда присутствует. Но в данной ситуации вот эти учения – это просто демонстрация. Это демонстрация сил, что вот мы в случае необходимости и там и так далее выступим единым фронтом. Но в перспективе, конечно, надо делать все для того, чтобы этого не произошло. И вот те заявления, которые МИД Республики Абхазии делает в последнее время, те заявления, которые делает наш стратегический партнер, как раз направлены на то, чтобы как-то охладить те горячие головы, которые возглавляют сегодня НАТО, и чтобы такого решения не было. 22-23 августа в Сухуми состоится международная конференция, посвященная десятилетию признания независимости Абхазии. Ее организатор – МИД Абхазии. В форуме примут участие ведущие политологи и политики Абхазии, России, Германии, Великобритании и Швейцарии. В рамках конференции будет организована работа шести круглых столов по темам «Роль первого президента Республики Абхазия в становлении государственности, Абхазия в контексте современных угроз и вызовов, аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром и на другие не менее интересные темы». В ходе конференции состоится презентация международного движения про Абхазию – неформального общественного объединения, способствующего распространению объективной информации о республике. Проект закона о перечне жизненно необходимых лекарств для пенсионеров был утвержден на заседании Кабинета министра в Абхазии. В его рамках для категории граждан пенсионного возраста будет установлена минимальная ставка на определенные лекарственные препараты. Какие именно, расскажет Сария Смар. Перечень жизненно необходимых лекарственных средств для людей пенсионного возраста включает в себя 89 наименований. В их числе препараты для нормализации давления, кроворазжижающие, от сердечно-сосудистых заболеваний и другие. Реализация данных препаратов будет осуществляться во всех аптеках, в том числе и коммерческих. На данный момент закон хоть и вступил уже в силу, но не введен в действие. По словам заместителя министра здравоохранения Алисы Ардзенба, проект еще в разработке. Юридическую силу оно, безусловно, имеет, но еще не работают механизмы, которые по приведению его в жизнь, для того, чтобы оно работало, нужны определенные внутренние процедуры для Министерства здравоохранения, для подведомственных учреждений, для учреждений, которые не входят, то есть есть государственные и негосударственные аптеки, конечно же, это все не входит в понятийный аппарат этого постановления. Следовательно, как только Министерство здравоохранения это все урегулирует, мы обязательно выступим на телевидении, обязательно дадим знать, что постановление работает, и момент, в который пенсионер сможет прийти в аптеку и попросить лекарства по сниженной цене. При вступлении закона в силу люди пенсионного возраста будут иметь возможность покупать лекарства из этого перечня с 20-25% скидкой. При этом лекарства, стоимость которых превышает 500 рублей, будут отпускаться пенсионерам с 20% скидкой. Надо отметить, что данная программа рассчитана только на пенсионеров, граждан Абхазии. У нас есть соглашение о льготном обеспечении лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, проживающих постоянно на территории Республики Абхазия. Следовательно, они просто подпадают под эту программу, и им бесплатно будут выделяться эти лекарственные препараты. В данной ситуации мы говорим о той категории, которая не входит в список этих льготников, и это пенсионеры, которые имеют преимущество на абхазское гражданство, не сопровождающее гражданство Российской Федерации. Что касается самих аптек, пока они работают в обычном режиме. Многие владельцы уже ознакомлены с данным решением правительства. Некоторые опасаются, что процентная ставка слишком высока и принесет им убытки. А в других аптеках фармацевты говорят, что даже не слышали о подобном решении. Мы пока не в курсе. Ничего такого не слышали. Если говорить о самих пенсионерах, новость об этом не может их не радовать. Люди пенсионного возраста интересовались перечнем лекарств и отмечали, что данный проект пусть и ненамного, но все же позволит им экономить средства. Есть лекарства сами необходимые. Ежедневно пьют. Но это когда дорого, да? Это плохо. Очень плохо. Потому что это я знаю по себе. Если цены спустить, это намного облегчит больного человека. Перечень льготных лекарств будет доступен пенсионерам в каждой аптеке. А также будет опубликован на сайте министерства. Кроме того, во всех аптеках будет вестись учет проданных льготных лекарственных препаратов пенсионеру. По словам Алисы Ардзенба, министерство здравоохранения будет вести контроль за исполнением данного закона. В рамках реализации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией по сотрудничеству в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в государственных аптеках Абхазии начинают выдавать бесплатные медикаменты. Об этом сообщает Абснопресс. Препараты отпускаются только по рецепту. На сегодняшний день выдача рецептов проходит в Сухуме. В ближайшее время их начнут выписывать все районные больницы страны. Пока в районах идет подготовка к реализации программы, инвалиды, проживающие не в Сухуме, для получения необходимых препаратов могут обращаться в Министерство здравоохранения. После чего в Сухумской поликлинике им будут выписываться рецепты, по которым можно получить лекарства бесплатно в сети государственных аптек Абхазформации. По всей республике аптек, готовых выдавать бесплатные медикаменты и изделия медицинского назначения, на сегодняшний день четыре. В ближайшее время еще одна аптека откроется в Гагре. В Гагре завершился 23-й международный турнир по теннису в памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. Это ежегодный турнир, собирающий из разных городов Абхазии и России талантливых юных спортсменов. Всего в турнире приняло участие 67 участников, 21 из Абхазии. Первое место в младшей возрастной группе заняли Джо Пуасман и Бегинашвили Ева. Шаабад Шармат и Магикян Татьяна заняли первое место в возрастной категории до 15 лет. Также хорошие результаты показали российские теннисисты Лидия Подгорячани и Елизавета Рожкова из Сочи, Альберт Эрих из Новосибирска. Победители турнира были награждены кубками и памятными подарками. Проводили турнир на высоком уровне. Я позавчера звонил президенту Федерации тенниса России Шамилю Анвариевичу Торпищеву. Он поздравляет всех участников с этим знаменательным турниром. И самое главное, чего мы достигли. Самое главное, что мы сегодня знаем точно, что наши дети или дети, приехавшие из Российской Федерации, а география турнира очень большая. Они, выиграв турнир в Абхазии, добавляют им рейтинги. У каждого участника турнира есть огромная заинтересованность. То есть все их выигрышные места учитываются. Хочу поблагодарить всех участников, спортсменов, родителей, администрацию города Гагры за то, что мы сегодня можем проводить этот замечательный турнир. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok